Владимир Гончаров работает на объекте уже несколько месяцев. Основной вид его деятельности – демонтаж опалубки и ее складирование. Трудностей нет, компания обеспечивает нас необходимыми. Единственный момент – это просто мы стараемся успеть все в сроке, выполняем все непосредственные работы. Ну и, собственно говоря, это, наверное, просто период времени, который сейчас находится. Сейчас зимнее время, немножко уменьшается рабочий день из-за того, что солнце садится. Старая школа «Веселом» была введена в эксплуатацию еще в 1954 году. За это время ее состояние значительно ухудшилось. Площадь новой школы будет занимать 2400 квадратных метров и сможет вместить 250 детей. Строительство ведется по федеральной целевой программе социально-экономической развития Республики Крым и города Севастополя до 2022 года. В новой сельской школе сейчас ведутся работы по укладке газопетонных блоков, а также монолитные работы. Рабочая смена длится 8 часов. Рабочие планируют сдать объект вовремя. Возведение школы началось в декабре 2019 года. Финансирование осуществлялось за счет федерального и республиканского бюджета. Стоимость объекта около 280 миллионов рублей. Кроме учебных классов для школьников предусмотрен и спортивный зал, где они смогут играть в теннис, баскетбол и футбол. Даня состоит из четырех блоков. В одном из блоков расположен спортивный зал, в другом блоке располагается читальный зал, библиотека, столовая. Два следующих блока, в них расположены классы и учебные кабинеты. Строительство планируют закончить в августе будущего года. На данный момент объект готов на 30%. Эдем Садиков, Арсен Фукала, телеканал Милет Судак.